здравствуй мой дорогой зритель сегодня рассмотрим все таки в сравнении е25 и su122-44 все дело в том что меня ну реально достали одним и тем же вопросом что выбрать то или это все таки как бы каких-то денег стоит в премиум магазине эти машины и сказать что они раздаются бесплатно я не могу и сказать что они дешево стоит ну как бы за нарисованную картинку заплатить денежку ну сами понимаете это надо знать что покупаешь покупать кота в мешке не очень-то хотелось бы я уверен многие со мной согласятся есть конечно люди которые играют без премиум аккаунта и в принципе принципиально не вкладывают денег в игру я их тоже прекрасно понимаю но рано или поздно кто профессионально уже начинает играть кто слишком много времени отдает этой игре приходит к тому что надо покупать премиум танк без него никак а все дело в том что на премиум танки мы зарабатываем серебро и достаточно приличные суммы и так что же у нас все-таки представляют две машины давайте начнем с самых глобальных вещей первое е25 у нас имеет ограниченный уровень боев су-122-44 такой возможности не имеет то есть е25 у нас попадает только к седьмым и к восьмым уровням а 122-44 попадает еще и к девяткам что есть печально вот это главное их отличие собственно глобальное я бы сказал их отличие но дело в том что е25 просто-напросто если бы даже он попадал к девяткам из-за своей слабенькой пушки то есть в плане бронепробиваемости он бы тупо бы их не пробивал то есть имел бы проблемы даже с пробитием голдой поэтому собственно разработчики и решили его поставить на седьмой уровень и пускать только к восьмым а а 122-44 все-таки как-то худо-бедно может девятки пробивать я не скажу что там все глобально хорошо но в целом то неплохо ну на этом мы остановились поехали дальше касательно брони ну про е25 говорить нечего он здесь момент интересного своего подстрелил про е25 говорить нечего нет брони есть броня в маске чуть-чуть совсем чуть-чуть там брони в маске иногда очень редко по большим праздникам случаются какие-то рикошеты но в целом брони нет у 122-44 очень крепкий лоб мы запросто можем танковать практически все пятерки большую половину шестерок ну и некоторые седьмые уровни ну хотя конечно и на восьмых бывают рикошеты там от восьмерок там от девяток но это тоже это как говорится по праздникам это бывает очень очень редко давайте перейдем дальше касательно все-таки динамики касательно динамики е25 немного выигрывает ну как немного выигрывает прилично выигрывает он очень шустро он быстро ворочается он мега передвигается он быстрее некоторых светляков например там стюарта я там где-то тут в начале боя помню обгонял чуть ли не каруселил собственно собственно по динамике е25 очень хорош но про 122-44 могу сказать что там тоже все очень неплохо не могу сказать что идеально но неплохо главное отличие этих машин в том смотрим пункт 2 нет брони е25 должен стрелять с дальней дистанции 122-44 может себе позволить иногда кого-нибудь танкануть касательно орудия давайте перейдем к этому что у нас имеет е25 пушка от штуга то есть фактически от штуга чуть чуть точнее скорострельнее бронепробиваемость такая же ну точность чуть чуть лучше в общем в общем та же самая пушка только только лучше что касательно 122-44 скажем так эта пушка практически от кваса только быстрее сводится гораздо быстрее перезаряжается немножечко точнее ну в общем только лучше если сравнивать ее с топовым орудием су-152 то это фактически та же самая пушка только чуть чуть меньше скорострельность су-152 скорострельность немножко выше я вам сейчас задам каверзный вопрос как вы считаете у кого скорострельность пардон урон в минуту у кого выше у е25 или усу-122-44 я уверен что большая половина скажем так кто меня смотрит ответят что у е25 и это неправильный ответ у 122-44 дпм выше чем у е25 причем прилично если у е25 в базе 2700 урона в минуту то усу-122-44 почти три без малого то есть разница примерно 10 процентов то есть можете себе представить перезарядка усу-122-44 как у хелката точно такая же только разница состоит в том что в отличие от хелката мы еще можем поставить вентиль и она будет еще быстрее ну то есть если скажем на хелката поставить досылатель на 122-44 досылатель экипажу вкачать боевое братство там на хелкате и на 122-44 то мы получим одинаковый дпм но мы ставим вентиль на 122-44 и у нас еще быстрее пушка перезаряжается кроме всего прочего у нас еще альфа 390 что это нам дает что собственно дает нам большая альфа и как применять эти машины обратите внимание как я веду себя в бою я никому не подъезжаю близко как только у меня загорелась лампочка все надо разворачиваться делать ноги и знаете такой ой ой я вас поранил вы меня заметили а да ну все я развернулся и побежал куда-нибудь в другую сторону быстрее быстрее пока меня тут не догнали пулей примерно так касательно 122-44 он ну иногда да то есть иногда он ведет огонь из дистанции а иногда он может просто выйти сказать иди сюда на в таком роде вот как-то как-то так вот поэтому эти машины и отличаются в корне особенно когда 122 к в топе она творит просто вещи пробить ее могут только тяжелые танки там с пробитием 175 там квасы там скажем остальные уже имеют проблемы тот же хелкат с пробитием 160 пробивает и далеко не всегда в лоб я кстати покажу как там в следующий следующий бой будет у нас на 122-44 сами увидите причем бой будет на этой же самой карте этот же редшир этот же респ все то же самое в общем никаких отличий обратите внимание что остается здесь против меня остается королевский тигр я знаю что я его могу пробить только голдой по-хорошему голды у меня уже нет остались бэбэшки и я сваливаю я не могу с ним перестреливаться вот так лоб в лоб на 122-44 я бы еще подумал бы если бы у меня было там запас прочности хотя бы на один выстрел я просто выехал и дал бы ему в щи и не сильно бы переживал бы по этому поводу что он мне там даст в обратку я быстрее него перезарядился бы и отправил бы ему еще один снаряд касательно е-25 такой номер не прокатывает здесь мы можем только бояться только бояться потому как стрелять мы можем только из инвиза пока не видят нас у нас все здорово нас увидели все плохо надо делать ноги ну вот здесь мы за сортой захватываем собственно базу хотел нлд выстрелит он подумал зачем мне стрелять в нлд когда борт башни есть ну вот собственно и все такой неплохой такой боек в принципе получился вот мне вторую зарубку дали на ствол надеюсь все-таки третью когда-нибудь там на фармлю вот позабирали там некоторые мои фраги можно было бы и пула здесь взять медальку ну да ладно черт с ним потом оформили хорошо вот ну и следующий бой угадайте на какой карте на этой же этот же респ едем туда же все то же самое но есть некоторые отличия мы уже так сильно никого не боимся то есть если на е-25 нас увидели там если у нас там один на один даже то нам лучше скрыться где-нибудь в тучу то на 122 44 если один на один мы можем выехать и дать по рогам единственное не скажем так недостаток этой машины что но слишком маленький запас прочности и конкурировать скажем так с другими машинами нам достаточно тяжело даже даже нашего же уровня там скажем с каким-то и сом у которого запас прочности в полтора раза больше чем у нас хотя нас дпм конечно намного выше но есть шанс что он нас перестреляет вот подбиваю тут сарайчик немножко не пробивая второй раз не везет беда вот и что же у нас еще есть у нас есть пушка весьма косая скорость сведения нас 2 и 9 секунды это достаточно печально здесь что я сделал дело в том что у меня стояла здесь сведение рога для того чтобы дальше видеть все-таки под слеповатая немножко пт-шка и стоял вентилятор все-таки я решил убрать сведение выкачал боевое братство убрал сведение и все-таки поставил досылатель и что у нас в итоге с боевым братством и досылателем перезарядка 6 и 6 секунды с альфой в 390 как вы считаете нормально я считаю что даже очень нормально ну вот бывают конечно огорчение когда некоторые цели ну блин ну не пробиваются хоть ты застрелить хотя т29 такие танчики которые из любого орудия можно не пробить собственно здесь я засветился раз-два-два не пробития от кого от т29 с пробитием 198 как вам вот как то так да конечно я подвернул корпус один из снарядов ушел в маску второй ушел в верхний бронелист ни один ни второй не пробил замечательно замечательно вот от этого можно и играть ну конечно мне на два ствола вылазить нет смысла я полностью повторяю тот же маневр что и в прошлом бою я заезжаю на горку скажем так мне нет смысла перестреливаться с двумя сразу как бы вылазить на два ствола это просто это просто тупость я подтягиваюсь к своим ну и здесь уже пытаюсь накинуть с горки потому как вроде бы у нас и преимущество даже какое-то есть а вроде бы его и нет а нету его почему потому как тяжелых танков у противника осталось больше чем у нас а стало быть они несут себе слишком большой запас прочности а это может как бы так возникнут какие-то определенные проблемы кто у нас здесь может дамажить кроме меня ну су-100 мог но по моему он уже откинулся вот остался только я собственно но и остались какие-то стэшки там какая-то пт-шечка мелкая ну и собственно больше больше некому только я ну вот здесь справляюсь принципе своей задачей 1 29 бы добить и на 2 можно было бы и даже и выехать но там еще где-то из был и того три тяжелых танка но мне как-то с ними очень не хочется перестреливаться в лобовую тем более что меня никто не поддержит смотрю штук меня тут засветил вот сволочь я на него разворачиваюсь он закатывается вот же гата и я понимаю что меня разводят со всех сторон и сзади и спереди и сбоку и слева короче черти что сбоку бантики в самом центре окружения меня окружили со всех сторон я вижу что кто-то берет базу надо срочно сбивать благо кто-то подсвечивает может я муж не я не знаю ну вот уже эффект пошел пошел эффект так давай давай разворачивайся но здесь из-за каким-то препятствием стоит конечно же правильно танкует я его разумеется не пробиваю знаю что не пробью ну так на шару выстрел ну мало ли вдруг пробью вот здесь был заряжен то я бы ему дали конечно ну я смотрю цель которая более целая скажем так не понимаю кто меня подсветил не понимаю кто меня подсветил а вот теперь понимаю чиню двигатель и еще раз двигатель черт возьми чинить уже нечем вот посмотрите какой нахал так сейчас я только развернусь подожди подожди да конечно с поврежденным двигателем разворачивается медленно но вообще разворачивается очень быстро с поврежденным двигателем разворачиваются как с неповрежденным су-152 иди сюда на вот как-то так извиняюсь вот танки 5 уровня обычно улетают с одной плюшки так вот трассер пролетел видели там за спиной т29 стрелял так отсвечиваемся хотя как тут уже отсветишься уже еле-еле ворочаемся без движка конечно беда печаль ну все можно сказать что слив почти что но я в общем то не согласен сдаваться тем более что мы же не на е25 там без двигателя там уже были бы большие проблемы а тут мы на достаточно серьезном танки тем более что обзор у нас все-таки хоть и слабенький но он все-таки лучше чем у тяжелых танков а стало быть мы их можем замечать раньше так где ты там стоишь иди сюда кто новенького вообще не понимаю ребят что они приехали базу брать они приехали втроем базу брать даже в четвером один не доехал правда ну вот как-то не знаю ну странно странно просто приехали бы раздавили бы нас да и все а так просто по одному мы их перестреляли тут ну я перестрелял основном да ладно неважно вот в заключение хочу сказать ребят что касательно этих двух машин одна и вторая великолепны и замечательны но одна быстрая и ей нужна дистанция до противника и так биш-биш-биш пострелять там быстренько вторая наоборот имеет большую альфу но достаточно косую пушку но имеет какую-то броню поэтому ей лучше держаться там за тяжелыми танками она там принесет гораздо больше пользы если е-25 более универсален то 122 44 чуть чуть меньше универсален но тем не менее просто великолепная машина ну а на этом у меня пожалуй все я надеюсь бои вам понравились и то что я все-таки попытался донести до вас в своем рассказе не прошло мимо ваших ушей надеюсь вам понравилось подписывайтесь на канал ставьте лайки ну а пока пока а